Сезон «Спидвей» на стадионе «Трут» в этом году открыли соревнования в рамках личного чемпионата России. Из-за дождя гонку переносили, поэтому болельщики с нетерпением ждали старта. В полуфинале чемпионата приняли участие 16 гонщиков из Балакова, Тольятти, Октябрьского и Новосибирска. А в финал должны были попасть всего лишь 8 из них. Мы наконец-то дождались нашего любимого вида спорта «Спидвей». Я хочу пожелать всем вам получить массу удовольствия от сегодняшней гонки. Я уверен, она будет очень интересная и насыщенная. Нынешний год богат на юбилейные даты. 60 лет назад в Балакове зародился «Спидвей», а спустя 5 лет образовалась команда «Турбина». Своё 50-летие отмечает и балаковский филиал «Ау Апатит» группа «Фусагра» – генеральный спонсор нашего «Спидвей-клуба». Предприятие много лет поддерживает балаковских гонщиков, и потому их победы на чемпионатах – это заслуга в том числе и химиков. Эмоции зашкаливают. Ждали долго. Запах гари. Всё родное. Ждём победы. Скорость, драйв. Мы просто смотрим в восторге от самого процесса, от того, как все ездят. Между заездами взрослых спортсменов на трек вышли семеро юных воспитанников «Турбины». Свои навыки они демонстрировали в рамках фестиваля «Творим добро вместе», который был посвящён ещё одному юбилею в Балаковском «Спидвее» – десятилетию спортивной школы «Турбина». Болельщики, которые приехали на соревнования из других городов, поддерживали ребят аплодисментами. «У нас, к сожалению, нет детской школы «Спидвея». То есть у нас ребятки приходят, они тренируются, учатся, например, там, с Салаватской школы «Спидвея». К сожалению, сейчас в Салавате пока стадион у них не готовы. Только за свой счёт. Только за свой счёт. То есть общей такой школы у нас нет. А ребятки у вас очень милые, зайчики прям такие хорошенькие стараются. То есть из них вырастут хорошие гонщики в будущем. У ребят всё было, как на настоящих соревнованиях. Только заезды состояли из двух кругов. Кто-то из юных гонщиков впервые вышел на большой трек. У кого-то отказывала техника, кто-то не мог совладать с эмоциями. Но каждый старался собраться и не выдать своего волнения, доехать до финиша. После гонки титулованные спортсмены давали напутствие подрастающим спидвеистам. Тот, кто больше старается, больше работает, у того больше результатов. Давайте вам удачи. На этом не останавливаться. Это только начало для вас. Стремиться всё время вперёд, вперёд, вперёд. Сами участники чемпионата России сделали всё, что могли, чтобы попасть в число финалистов соревнований. Первое место занял Александр Кайбушев из Балаковской турбины. У него 13 очков. На втором месте Виктор Кулаков из Тольятти. На третьем месте Денис Гизатуллин из Октябрьского. Александр Кайбушев, кстати, стал единственным балаковцем, который вошёл в число восьми лучших гонщиков на этом полуфинале. У каждой команды настроены на одинаковые. Выигрывать гонки, выигрывать чемпионат. Поэтому сбавлять никто там не будет. Финал личного чемпионата России пройдёт в Тольятти 16 сентября. Но и на стадионе Трут в этом сезоне будет достаточно гонок, на которых можно будет поддержать наших спортсменов. Ближайшее – 4 июня. Турбина будет состязаться с Востоком. И ещё одно яркое событие этого года, правда не спидвейное, состоится 27 и 28 мая. Компания «Фусагра» в рамках празднования Дня химика приглашает всех балаковцев на соревнования по супер-эндуро. Такого в нашем городе ещё не было.